Это как раз история из Эфиопии. Праведный был Эфиопа, который нас задолбал жить в Эфиопии. Хреновые времена-то там в Эфиопии настали однозначно. Отовсюду повылазили всякие гады, сволочи, подонки. Везде очень уверенно расселись и стали всем рулить. И хорошим людям от них вообще житья не было. Помыкался Эфиоп, помыкался. Да собрал свое барахлишко, сложил его в тележку. Жену и сына на тележку посадил. Сам в нее впрягся и поперся на вольный запад. Получше доля искать. Пришел в суд, она цена. А там все тоже, только разница, что мусульмане. Те же самые подонки, везде рулят. А хорошие люди голодают, да попираются. Перебрался он оттуда еще западнее, в Дарфур. А в Дарфуре вообще ад. Там подонки хороших людей просто вылавливают и в рабство продают. А Эфиопу в рабство не хотелось. Ну вот он оттуда и драпанул на юг, и бежал аж до самых нубских гор. А в нубских горах тогда жили вольные нубы. Они там до сих пор живут. Хотя они такие вольные, как раньше. Высоченные такие, вот. Старые, верные, черные-причерные. Ходили гордо, никому не кланялись. А кому им там было кланяться? Не было у них никаких господ. Ни князей, ни царей, ни даже вождя какого завалящего. А только один шаман на все случаи жизни. Ну вот шаману Эфиопу отвели. Типа разберись, дедушка, что за человек пришел и что ему надо. А шаман реально умный был. Дедушка по-арабски говорил хорошо, по-анхарски тоже говорил. Ну, на родном эфиоповом языке. Эфиоп ему рассказал про свои бедствия. Дедушка его выслушал. И спросил, уходишь или остаешься? Как скажешь. Эфиоп сказал, ну куда же мне идти-то? Конечно, остаюсь. Идти мне некуда. Там внизу везде подонки рулят. В Дарфуре меня в рабство продадут. Сценария с голоду потухла. В родной эфиопии вообще жизни нет. И принялся по новой перечислять все свои бедствия. Дедушка его уже особо не слушал. Просто палочкой по земле чертил, что-то сварил. Потом сказал, туда не вёдя. Туда хороший человек, хорошо живёт. Плохой человек, никак не живёт. Тебя не понять. Хороший, плохой, не знаю. Ладно, живи пока. Вон дом свободный. Да и показал эфиопу глинодетную мазанку круглую, без окон, соломой коридую. Эфиоп туда сразу свою парахлишку затащил. А дедушке в благодарность подарил отрез ткани. Был он ткань по профессии. Жена его была пряха. А местные нобы все ходили голые, ноги даже без трусов. И, глядя на них, эфиоп уже предвкушал, как у него бизнес развернётся. В первый же день вывесил лон перед домом на верёвке лучшие образцы своих тканей. Местные набежали, ткани расхватали. Эфиопу даже спасибо не сказали. Никак я не заплатили. Он обиделся. Пошёл деду жаловаться. А дед говорит, что плохо, не понимаю. Мы тебе дом давали. Давали, хорошо делали. Ты нам ткань давал, тоже хорошо делал. Всем хорошо, почему плохо? Хотел бы эфиопа плеснить, что вот этот вот сарай из говно и опалок половину этих тканей не стоит. Но смекнул, что не стоит начинать жизнь на новом месте с таких вот объяснений. А потому забросил от качества, как неперспективное занятие. Занялся, как все земледелия. Земля у нупов считалась божья. То есть ничья. Обрабатывали они её сообща колхозом таким. Ну вот, значит, эфиопов этот колхоз приняли. Дали ему мотыгу, дали кувшин для воды. И стали вместе со всеми на горных террасах с ним натолбать, да воду таскать. Тяжелейшая работа. На жаре всё время. Воду таскать за три версты. Зато кормили на этой работе. Миску каши каждому члену семьи выдавали утром и вечером. И обещали с урожая ещё пять мешков зерна. Ну вот, эфиопов колхозом. Все остальные тоже. Но вот он стал замечать, что не все. Какие-то выходили на работу два раза в неделю. Какие-то раз в неделю. Какие-то вообще не появлялись. Зато к завтраку и к ужину приходили все. Очень это эфиопа напрягало. Ну, как-то не хотела за миску каши скандалить. Ну, хорошо, да, урожай созрел. Сжали его, обмолотили. Дедушки отнесли. И дедушка его поделил. Половину заложил в общую кормушку. А половину роздал. Всем семьям порогнул. И все получили по шесть мешков зерна. И тех, кто каждый день горбатился. И тех, кто два раза в неделю ходил. И тех, кто вообще не появлялся. Вот тут уже эфиоп не выдержал. Тут он уже дедушке сказал, что это несправедливо вообще. Такая дележка. Что справедливо это когда, кто много работает, много получает. Кто мало работает, мало получает. А кто вообще не работает, тот вообще не ест. Вот это справедливо. Дедушка ему на это ответил. Справедливо. Не понимаю. Человек пить есть должен, понимаю. Человек пить есть не будет. Болеть не будет. Болеть будет. Умирать будет. Плохо будет. Человек пить есть будет. Болеть не будет. Умирать не будет. Хорошо будет. Всем хорошо. Почему опять плохо? И смекнул, и фил, что этому дикорезам шелам Расправедливость, пожалуй, не объяснишь И подумал, ну ладно, раз у вас такие порядки Значит, в следующий сезон я буду филонить Надо же как-то себя щадить, отдыхать Ну и на другой день Пошел, короче, позавтракал, а на работу не вышел Приходит ужинать, а ему кашу не дают Говорят, дедушка не велел Он к дедушке что за дела? А дедушка говорит, не буду работать, не будете кормить Так ты говорил Не работаешь, не кормим, как ты говорил Справедливо, да, почему опять просто? Планял и филов, что дедушка с ним остепился А все остальные тоже подстегивать начали Поэтому забросил от земледелия Скотовода решил податься А это не простое было дело Скотина-то у муку была частная То есть у каждого своя И перегляни ее, как москвичи, квартиру Главное имущество Поэтому пастухи там были, самые блатные люди Самые здоровенные парни, отборные Борцы, крысуны, заветные женихи Самые главные молодые все Не вписался посредине к филову Но на его счастье, сынок его еще месяца за три До этого к пастухам ушел И как-то у них прижился И даже полюбили они его И филов уж не стал выяснять, в каком смысле Ну вот сынок за него и вступился Сказал главному пастуху Давайте моего папу примем И вы приняли Эта работа куда лучше оказалась Целый день, да, на свежем воздухе Это еда постоянно И не зерно там какое-то Молоко, творог, масло Мясо иногда Опять же уважение Одна проблема только с этой работой Пастбище далеко Как стада на пастбище отгонишь Это две недели их туда гнать Потом две недели оттуда Еще ты там месяца два на этих пастбищах Ну зато потом возвращаешься домой королем С гостинцами богатыми С молоком, творогом, мясом сушеным И вот, знаете, что филов возвращается домой с пастбище Раннее утро Сумерки еще Заходит в свою хату Лешки в укол ставит В кровать к жене лезет Но вместо жены натыкается на что-то костлявое и колючее Чиркнул он огнивом Смотрит, опа, это же дедушка шаман Он его сразу же, гипот, с постели выдохнул Деда говорит, ты че? А дедушка говорит, а я ничего Она скучала Я развлекал Всем хорошо, почему опять плохо? Эфиоп его такого педеля выписал Что летел дедушка через всю деревню Между своей хаты Так представьте себе Следом за ним Эфиопова жена убежала Крича на ходу Что Эфиоп там злой, жестокий Дедушку обидел Все такое вот Эфиоп за ней гоняться не стал Дома остался Тут сынок пришел Он сынку пожаловался А сынок говорит Неправильно, папа, ты поступил У дедушки, видишь, сын на войне погиб А он старый уже Новых сыновей ему откуда взять Пусть бы ему наша мама сына родила И тоже к дедушке ушел Но Эфиоп от такой логики Вообще снял Лежит, в стенку смотрит А село между тем К празднику готовится Пастухи вернулись Приходят пастухи Эфиопа На праздник звать А он лежит носом в стенку Ни на что не реагирует Говорит, какой праздник Я вообще жить не хочу Парни посовещались Позвали дедушку Говорят, смотри, дедушка Этот приезжий Походу умирается просит А у нас праздник Вот в праздник поврёт Будут вместо праздника похороны Да мы его сейчас закопаем, да? Дедушка говорит Да закопайте его ради бога Он тут уже всех достал А Эфиоп уже по местному Более-менее понимал Настолько, чтобы это всё понять И когда он это услышал Быстренько похватал Что под руку попалось Из гор бегом-бегом Потому что пастухи Парни крутые Закопают люди Так вот до самого низа Бежал А там внизу ужаса поразил Как его эти дикари Развели и подставили И что надо бы им как-то отомстить Пошёл в Дарфур Пробился на приём К тамошнему султану И стал султану рассказывать Что знает он места Где очень-очень много Больших, красивых, чёрных рогов И если ему дать Войска побольше Он это войско проведёт Тайными тропами Как раз туда Где люди живут И всех их можно будет похватать А тут там братство продать Султан на него посмотрел С подозрением И спросил Ты не про нубские горы Час отговоришь Ну если про нубские горы То иди отсюда Не поройшь мне голову Ну мы плохие рабы Работы клинятся А бунтуют Болеют Умирают Нафиг они не нужны И прогнал эфиуха С двора Но он не угомонился Пошёл в Сенар К тамошнему султану пробился И целый час Ему мозги композировал О том, какие Агрессивные, жестокие дикари Живут у него на южных границах И как этих дикарей Нужно вообще построить И наказать Сенарский султан Тоже умен оказался Сказал Если ты про нубские горы Говоришь То иди-ка ты Отсюда Пока нубы В своих нубских горах Сидят Они никого не трогают Но стоит туда полезть Это будет война Лет на пятьдесят И не поймёшь Что победит И пошёл Эфиоп И Фиоп Добрался до тамошнего Негуса Рассказал Негусу Как он побывал в плену У коварных нубских дикарей Как у него отобрали Жену и сына И просил помощи Военной Материальной Чтобы жену и сына Обратно вернуть Негус ему бойцов не дал Потому что Где нубские горы А где Фиоп Это хрен знает где Но бедой его проникся Деньжонок ему отсыпал Домик ему подарил Небольшой, но приличный Ну а кроме того То, что вот Фиоп У самого Негуса был принят Это очень на его карьеру повлияло Занялся он снова качеством Стали у него закупаться Всякие сыновники Познакомился он с нею поближе Оказались в осени Такие подонки Да в принципе нормальные люди Женился он Новых детей дорожал До старости дожил До самой глубокой старости Всем рассказывал Как он в нубах побывал И какие эти дикари Гадные сволочи Не цивилизованные Как концивилизованному человеку Делать нечего Вот такая вот история АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ